Всем здарова, ребятки! С вами Фабиан, и давненько у нас не было с вами никакой мрачной игры, поэтому я почему-то наткнулась в интернете на игру Поезд. Она довольно старая, ей, наверное, года три. Уже, мне кажется, все давно в неё переиграли сто тысяч раз, кроме меня. И она такая, знаете, мрачная, и она типа квест. Поэтому давайте начнём и вообще посмотрим, что это за игра. О, какой мрачняк, смотрите. Мне не понравился уже этот звук. Как будто по голове подсвечником ударили. Ага, похоже, так и было, смотрите. Что за звук, как будто свинья. А, нет, это чувак, типа мужик хрипит, скрипит. Так, смотрите, мы можем двигаться? Мы можем двигаться, крутиться, отлично. Написано, не курить, цветочек нарисован. А, это не цветочек, это... Что это? Я могу моргать? Отлично. Я моргаю? Ну-ка, стоп, а если закрыть надолго? Что за хрень? Я могу моргать. Окей. Смотрим туда, ничего не изменилось. Так, а зачем это нужно? Мы находимся в поезде, который едет. Вон мимо каких-то зданий, ещё и ночью. Это что, стоп-кран? Я могу его дёрнуть? Нет? Ага. То есть мы ничего не можем трогать. Мы можем только моргать. И всё. А как открыть дверь? Что? Твою мать, я меня аж задёргала. Закрылась сама, странно. Так, какие-то действия мы можем делать? Вот тут бутылка стоит. И какой-то люк. Хорошо, давайте всё осмотрим. Так, газета за гранью. Кто мы, откуда мы, куда мы идём? Чей-то чемодан стоит, но людей нет. Я вот как раз недавно ехала в поезде. Сейчас, к сожалению, положили длинные рельсы. Ну или, к счастью, не знаю. Которые, они спло... Стоп, что здесь? Работа. Что? Что? Куры... А, курьеры. Понятно. Ехала в поезде и положили длинные рельсы, короче, на железной дороге везде практически. Поэтому звук сейчас совершенно не такой, как в этой игре. Он... Тук-тук-тук-тук, он получается гораздо реже. Так, слушайте, здесь какой-то сундук или чемодан. А дальше... А, ещё две бутылки. Ничего не можем с этим делать, ладно. Как дальше-то пройти? Меня пустят? Ага, пустили. Здесь Т-шка. На стекле. Курить связь с машинистом. Ну-ка. Я не могу её никак юзать. А что там за окном? Мы просто куда-то едем, да? Стоп. Что будет, если я сильно заморгаю? Смотрите, всё как-то голубеет. Да? Что за звук? Странный звук был. Давайте попробуем наморгать. Что будет, если мы сильно наморгаем? Допустим, раз 15 наморгаем. Или ещё больше наморгаем. Ещё, а зачем мы моргаем? Ну ладно. Допустим, дверь откройте, пожалуйста. Что это? Ай, я испугалась, что это тень чья-то. А это типа граффити, видимо. Жесть какая-то. Связь с машинистом. Не курить. Ещё бутылки. Блин, такой, слушайте, мрачняк неприятный. Нам что нужно сделать? Просто дойти, может, до конца поезда? Или что? Мы встретим здесь кого-нибудь из людей? Или нет? Что с нами произошло? И почему у нас... Твою мать, что за трясло? А, всё нормально. Вот, у нас так трясло. Поезд, когда мы в Белоруссию въехали, такое ощущение, что поезд поехал по картошке прям. Прям прямиком. Без рельсов, просто по картошке. Его трясло так, что, блин, любая самолётная турбулентность завидует просто. Это было довольно жёстко. Дверь скована цепью. Можно попытаться разбить её чем-нибудь. Ни хрена себе. Где я возьму вам что-нибудь-то? Что-нибудь. Тут ничего нет, чтобы этим чем-нибудь разбить. Хорошо. Пробуем найти какой-нибудь предмет. Вот здесь, смотрите, здесь явно был огнетушитель. А огнетушителем попробовать сбить цепь, это, в принципе, неплохой вариант. Только где он теперь есть-то, огнетушитель? А? Он у тебя, маленькая девочка? Блин, так стрёмно. Знаете, вот так вот стоишь, смотришь на этот рисунок, и она куда-то указывает. И так медленно поднимаешь голову, а там какая-нибудь жесть. Стрёмно. Блин, так напрягает она, конечно, напрягает, реально. Никак, да? Бутылки не берутся, хорошо. Нужен огнетушитель. Огнетушитель. А что это? А, это ещё стоп-кран. Мы никак не можем его нажать. Нет, нажимать не выходит. Хорошо, может мы что-то не заметили? А-а-а! В ящике всяких лам и парочка инструментов. Отмычка. Отлично, и... Что ещё? Что ещё? Стоп-стоп-стоп-стоп. Нет. Нет, откройся. Я больше ничего не могу тут достать. Ничего больше не могу. Хорошо. Подожди, давайте пройдёмся дальше. Почему-то в прошлый раз у меня этот ящик не открылся. Не знаю почему. Окей. Классный персонаж, а так пошатывает. Прямо как надо. Так, давайте вот, смотрите. Отмычкой смогли. Есть. Отлично. Далее, ещё чемодан стоит. Мы не можем с ним ничего сделать. Здесь стоп-кран. А эти двери не открываются случайно? Нет, обидно. Хорошо, тамбур. В тамбуре светло. Стоп, смотрите. Как будто утро настало. Или что это? Что это? Как это? А, и во всём... Нет. В этой части поезда херня. В этой части поезда светло. Странно, да? Не находите? Жесть. Хорошо, идём дальше. Здесь много чего лежит. Велосипед? О, как стрёмно. Ой, детский смех стрёмный. Жесть. Так, Юла... О! А, что? Можем бросить мяч? Или нет? Не бросить, или что? Что за жесть? Ладно. Допустим, мяч. Хорошо. С этим мы ничего не можем сделать, только позвонить. Тут Мишка. Ой, что это? Что это такое? Почему это произошло? Я оказываюсь в квартире. Июнь 1990 год. И здесь те самые вещи. Бутылка, газета, мячик. Дверь нельзя открыть, да? Нет. Бутылочка, газета, мячик. Всё это здесь. Ох, какая мрачная игруля-то, слушайте. Жесть. Семейная фотография. Смотрите. Выглядит довольно жутко, честно говоря. А если моргнуть? Много поморгать? Ничего не изменяется вроде, да? Да. Здесь вот мама с дочкой. А на этой ничего нет, странно. Слушайте, это какая-то жесть. Ладно. Мяч мы не можем взять. Чемодан. С чемоданом тоже ничего не можем сделать. Здесь стоят коробки, как будто люди собрались переезжать. Да? Велосипед в подарок. Его подарили. Ага. И тут вот детская комната здесь. Чебурашка, он поёт. Мало поёт. Так, окно странное. А если поморгать? Ничего не происходит, ладно. Всё, давайте осмотрим. Так, здесь ещё. Фотография, книжки. А-а-а. Какая-то записка. Счастье маленького ребёнка, казалось бы, складывается из мелких радостей. Мороженое в жаркий летний день, подарок под ёлкой в Новый год. Но ни одна из этих мелочей никогда не сможет заменить любовь мамы и папы. Ага. Интересно. Хорошо. Крестики странные, да? Вот заметили? Там тоже был крестик вот этот. То ли на полу, то ли где-то ещё он был нарисован, выцарапан. Вот такой крестик. Мишка, Мишка. Как до Медвежонка добраться? Я могу? Нет. А в стол заглянуть? Или что-то? Нет. Телевизор можем включить? Или он не рабочий у вас, господа? Телевизор не работает, похоже. Хорошо. В шкаф? Нет. Машинка? Нет. Велосипед. А, ещё какая-то бумажка. А, это газеты те самые. За гранью что-то странное здесь. Звук опять такой, как полу из поезда, полу не из поезда. Такой непонятно. Ага. Опять переход. Обратно в поезд. Смотрите. Там какие-то... Это церковь какая-то как будто, да? Церковь, и рядом с ней колокольня стоит. И деревья. Так, ладно. Мишка нам ничего не скажет. Плохой звук какой-то. Кубики. Смотрите, все те предметы, которые лежали в комнате. Машинка. Всё это здесь лежит. Коробка. И вот ещё. Это вообще... Что за звук? Что за... Блин. Мурашки огроменные. Прямо жесть. У меня такое ощущение, что это уже вот это вот не ребёнок, а видите, какие-то рожки или что это вообще? Жизнь какая-то. Тут целая коробка с теми игрушками. И мы, смотрите, снова входим в такую мерзкую, мрачную часть поезда, от которой прям мурашки ползут. Ещё коробка. Стоп, что это? Это руль от велосипеда как будто. Ещё ползущий ребёнок и машинка. Это... Это... Это такой круг. Крутящийся, мне кажется. Мне кажется, у всех моего возраста были такие круги. Такая железка, и она состоит из двух дисков, которые вот так крутятся. И на неё встаёшь, и можно вот так крутиться. Забавно. Очень круто подмечен этот предмет. Мне не нравятся эти звуки. Смотрите, призрак сидит. Что за... Он дёргается? Стоп, я не хочу к нему близко подходить пока. Лошадка. Я, блин, бою всего. А-а-а. А-а-а! Стоп, здесь ещё кукла. Он стоит теперь там. Блядь, да что за жесть? Чё за звуки он издаёт? Кашляет, что ли? Сука, ты чё, приболела? Вот, смотрите, рисунок мелком. Неприятно. А если закрыть глаза? А если с закрытыми глазами пройдём? Стоп! Она меня убила? Что? Стоп. Можем открыть дверь вот этого Мишка? Мы можем взять, например? Может, ей нужна игрушка или что? Били? Я не понимаю. Жесть какая. Фу, блин. Слушайте, так не по себе, ребят. Очень неприятно. Серьёзно. Прям вообще неприятно. Совершенно. Фу, прям мурашки. Как-то прям так хочется затереть руки сразу. Фу, ладно. Давайте пойдём. Смотрите, она уже стоит там, ждёт нас. Машинка, колесо. Может, нам нужно велосипед собрать? Я не знаю. Это бред. Какой-то. Что будет-то? Я если подойду... Она убивает меня прям так. Что за жесть? А, какой неприятно. Я просто не понимаю, что нужно сделать. Смотрите, допустим, я открываю эту дверь. Не ту дверь открыла. В другую сторону идём. Так. Открываем эту дверь. Руль отсюда. Никак нельзя достать. Потому что... Блин. Я просто не понимаю, что там в окне. В окне всё то же самое. Мы едем по одному и тому же маршруту. Ничего не меняется. Вот ещё какой-то кусок. Что это за железка? Что с ней сделать-то? Блин, её так дёргает жутко. Она как будто лысая, короче. После каких-то чернобыльских аварий. Я боюсь, я здесь к ней спину-то поворачиваться. Слышите звук? Он был другой до этого. Тихо. Блин, мне стрёмно. Что-то греметь начинает. Смотрите, она как будто отходит или мне кажется? Нет, мне кажется. Подождите, давайте попробуем пройти обратно. Мяч! Мы же могли в руки мяч взять. Попробуем дать ей мячик. Смотрите. У ладоней не пять пальцев, а шесть. Заметили? Она где-то рядом как будто. Всё, ладно, идём. Дверь открывайся. Попробуем мячик ей дать. Единственный предмет, который можно было во всей игре юность, ну так, прям взять, это был вот этот мячик. Может быть, сработает? Прикиньте, если сработает. Я боюсь к ней подходить. На! Нет, не берёт. Ааа, берёт, берёт походу. Тихо, нет. Ой, ну взяла, жесть. Как же мне... Тихо, ладно, давайте посмотрим. Исчезла. Просто исчезла, жесть. Ох, как неприятно. Сейчас, давайте посмотрим дальше. Нельзя ли всё-таки нам теперь трогать какие-то предметы? Я заикаться опять начала. Что за жесть? Мелки. Ааа, это, блин, была подсказка. Это была подсказка. Я тупая, не поняла. Вот в чём проблема. Она, видите, с мячиком нарисована здесь. Ладно, идём дальше. Здесь разбито стекло. Неприятный звук. Стоп-кран. Трогать не можем. Просто моргать. Зачем здесь дана функция моргать? Нужно держаться от них подальше. Их много. Жесть. Ребят. Тихо, нет. Нет. Что это? Нет, нет. Они трогают меня и бьют. И вообще, что хотят со мной делают? Ой, как неприятно. Ой, как неприятно. Пожалуйста, открывайся. Бутылки. Так, трогать ничего не можем больше. Там шины светятся. Ещё бутылки. Лучше запереть эти двери, чем... Чем-нибудь изнутри. А чем я могу запереть-то их? Вот эти ты имеешь в виду, да, чувак? Сейчас запрём. Сейчас мы с тобой найдём чё-нибудь. Сейчас мы... Я не могу запереть изнутри, они пришли за мной, да? Чё, сад? Запереть изнутри. Запереть изнутри. Я не знаю, здесь нет никаких... Нет! Нет! Никаких предметов, которыми можно было бы запереть. Пожалуйста, ну пусть что-нибудь хотя бы будет здесь. Давай, беги, мужик. Нет, они всё равно поймали. Я не понимаю, как. Какая-то жесть. Всё. На этом мы с вами сегодня остановимся. Стрёмная игра, да? Продолжим, обязательно продолжим в следующий раз. Потому что мне игра нравится. Она довольно стрёмная. Плюс она такая атмосферная. И она мрачная, чего у нас давно не было. И... Она какая-то такая... Бррр. В общем. И мне что-то подсказывает, что она, возможно, от российских разработчиков. Не уверены, но возможно. Не буду искать, смотреть, даваться подробности. В общем, если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Рассказывайте друзьям про мой каналчик и про группку ВКонтактике. Ссылка на которую будет в описании. И всё такое прочее. Большое всем спасибо за просмотр. С вами была Фабиан. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok